Спортивный туризм – вид спорта, в котором важна взаимовыручка и дисциплина. Увлечение этим занятием позволяет участвовать в походах, требующих серьезной физической подготовки. Так, в минувшую субботу в Центре «Романтик» состояли соревнования по спортивному туризму на искусственном рельефе среди учащихся городского округа Щелково. В них приняли участие ребята возрастом от 8 до 18 лет. Сегодня у нас проходят две дистанции. Дистанция первого класса для ребят помладше – это попроще дистанция. И дистанция второго класса – соответственно, и участники на ней выступают постарше и поопытнее. Подготовить соревнования в этот раз Центру «Романтик» помогли сотрудники 300-го пожарного спасательного отряда и аварийно-спасательного отряда. Спортивное мероприятие прошло с соблюдением всех необходимых правил безопасности. Они помогли нам установить вот эту всю конструкцию. С той стороны у нас альпинистская стенка. У нас проводится термометрия на входе обязательно. На спортивные мероприятия всегда собираются справки по здоровью. У нас закуплены все необходимые средства индивидуальной защиты – антисептики, маски у педагогов. Экраны, если они занимаются в помещении, маски, если занимаются на улице. Большинство юных спортсменов участвуют в соревнованиях по спортивному туризму уже не в первый раз. Я хочу добиться больших результатов в области туризма, потому что я хочу удержать спортивную подготовку. И чтобы сейчас те этапы, которые я сложно прохожу, в будущем я смог проходить на раз-два. Для меня эти соревнования довольно важны, потому что я хочу попробовать выиграть. Если не выиграю, тогда хотя бы просто получить опыт, чтобы в следующие соревнования примерно понимать свои ошибки и их не совершать. Многие спортивные туристы также занимаются смежными видами спорта, такими как спортивное ориентирование и мультиспорт, скалолазание, альпинизм, рафтинг и маунтинбайк. Помимо прочего, из спортивных туристов получаются отличные спасатели, которые прекрасно умеют ориентироваться в случае возникновения опасной ситуации. Мария Буржинская, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение.